Когда ее хочет кто-то огорчить, начинают напевать песню, которую пел Юра Большой, который выпал один из первых у нас. Этот Юра, у них постоянно какие-то вроде конфликты происходили с Ольгой, мне приходилось их мерить, потому что он в Сальвовской области, он разговаривает на украинском языке, Ольга только на русском, выросла в России. И когда она говорит, Юра, ты же готова меня убить со своими националистическими штучками, ты же меня воспринимаешь как москалька. Она говорит, Ольга Степановна, как я можу, вы уже столько хлеба наших изгилы. То есть у них такие диалоги, я начинаю их примерять. И вот когда Юра не стало, когда пришел охват, Ольга Степановна сегодня расплакалась. Я говорю, Ольга Степановна, почему вы плачете? Она говорит, я вспомнил о Юру. Я в команду спрашиваю, говорю, слушайте, как это сделать? Говорит, для нас загадка. Когда мы хотим ее вывести из равновесия или хотим, чтобы заплакал, то мы начинаем петь песню, которую Юра всегда напевал про казаки. И она начинает сразу же плакать. Вот удивительные открываются такие вот черты людей. И главное, каждый пытается нащупать вот такую вот жилку, чтобы на нее надавить.